Вы сегодня такой внушительный, не сегодня, на днях написали такой внушительный пост у себя в Фейсбуке на тему создания политических партий. Негативно вы откликаетесь об этом всем. Расскажите, почему, на ваш взгляд, некий эффективный фронт антилукашенковский лучше партий политических? Ну, понимаете, партия это всегда часть чего-то. Несмотря на то, что партия, которая создает сейчас Бабрецов по, видимо, согласованию с Бабарико, но ведь это будет партия, которая будет порознь и с Белорусским народным фронтом, и с УГП, и с партией, которую создает Дмитриев, и с партией, о которой заговорил Латушка. Будет много партий, но они будут не вместе. Я не против создания партий, если бы они были все объединены в единый фронт антилукашеский, антилукашенковский фронт. Нам нужно победить режим, а партийное строительство это потом. Когда-то Белорусский народный фронт смог добиться очень многого в перестройку, даже не будучи, не имея большинства в Верховном Совете тогда. Но это был единый фронт. И только потом, когда первичные задачи, самые фундаментальные, впрочем, как объявление о немности страны, были достигнуты, только после этого во фронте, из фронта начали выделяться разные партии. Вот сейчас, я всегда говорю, не время сейчас для партий. У нас есть консолидированный противник, режим, который нас сдавит. Консолидированный, дисциплинированный, послушный. Там все послушные воли вождя, руководителя этого всего. А у нас что? У нас кто в лес, кто под рова. Мы все заняты, и причем надо отдать должное, каждый занят, наверное, очень важными делами, но мелкими делами. А перед нами стоит фундаментальная, грандиозная задача смены режима. Поэтому с этим может справиться только единый фронт. В какие бы партии люди не входили, мы должны действовать консолидированно и согласованно. А пытались ли вы, Владимир, донести эту информацию как-то лично оппозиционным лидерам, или вы только ограничивались постом в Фейсбуке? Я-то пытался. Я направил каждому из них это письмо, я не мог направить его Бабарико, но попросил секретариат КАЭС, чтобы они передали при возможности через адвоката это. Бабарико. А всем остальным, кто либо в Варшаве, либо в Вильнюсе, либо в Минске не за решеткой, всем отправил лично. Более того, всем не сообщили, что они получили. Кроме того, я знаю, что как только было обращение сделано, ну, там несколько человек предложили, что нужно продолжать и такой меморандум сделать. И до того, перед тем, как я выставил свой меморандум, свой вариант меморандума, он был сделан уже в штабе или в клубе Тихановской. Есть вариант, который предложен Координационному совету, но это все делается без коммуникации, без общения со мной. Меня, как инициатора, в этом смысле, я отсутствую в этих работах. Мне страшно не понравился первый вариант, который сделан был в Вильнюсе. Он был не меморандумного типа, да, не по стилю там и так далее. Он скорее напоминал петицию с требованиями. Хватит уже требовать чего-то от режима. Меморандум – это то, что содержит в себе обязательства, которые принимают на себя перед собой и перед всем миром, перед другими подписантами и перед всем миром, те, кто его подписывают. Это обязательства перед самими собой. От режима нам не надо ничего требовать, кроме того, чтобы он освободил место. Вот и все. Как ваши читатели и подписчики отреагировали на такую идею создания антилукашенковского фронта единого? Ну, по-разному реагируют. Как на все предложения люди реагируют по-разному. Ведь в чем преимущество нашей страны? Понимаете, идет, по большому счету, гражданская война. Это противостояние, пока не открытое, не вооруженное, но противостояние двух частей общества, которым не сойтись. Это режим, построенный на насилии, где узурпируется президентская власть, ну и не только президентская власть, но и все государственные ресурсы. И общество, которое не хочет этого режима и требует его изменения. И этим двум частям общества не сойтись и не объединиться уже. Нужны переговоры между ними, как между враждующими сторонами. Нас разделяет линия фронта. Поэтому по каждую сторону от этой линии должен быть свой фронт. Но преимущество демократии в том, что в ней всегда много мнений, плюрализм. И объединение возможно только ради главных принципиальных вещей. Принципиальных. Во всем остальном мы можем расходиться. А вот на той стороне, там диктатура, там авторитаризм, там любое расхождение во мнениях с диктатором будет караться и наказываться. Поэтому сейчас уже взялись и сажают вполне лояльных людей. Увольняют вполне лояльных, но не восторженных людей в режиме. И это слабость любого жесткого тоталитарного авторитарного режима. А вот демократия с ее плюрализмом, множество мнений, множество проектов, множество инициатив. Это все очень хорошо. Но задачу-то общую надо решить. Мелкими задачами мы не добьемся решения главной проблемы страны. Поэтому на какое-то время мы можем выделить время, силы, ресурсы, оторваться от своих маленьких дел, от прации органичной, и сосредоточиться на решении главных задач. На какое-то время. Выделив для этого свои силы, ресурсы и так далее. Решив главную задачу, потом мы сможем нормально, спокойно, в мирных условиях, решить все остальные задачи. А без этого ничего не получится. Владимир, вот у нас тут уже зрители задают вам вопросы. Предложите альтернативу созданию партии. И как объединить и остановить перетягивание одеяла на себя от отдельных субъектов, настроенных против действующей власти? Ну, понимаете, вот я написал всем лидерам и объяснил. Они не хотят со мной разговаривать с одним. Они знают мою позицию, я с ними общаюсь уже довольно давно. Иногда они идут мне навстречу и так далее. Единственное, что мы можем в этом смысле добиться, это с помощью народного давления. То есть людей, которые входят в стачкомы, профсоюзы, выходят на митинги, входят сейчас делегатами на сход народных представников и так далее, да, через прессу и так далее, мы добиваться от Тихановской и ее ближайшего окружения, Добровольского, Вечерка, Ковалевского и так далее. От них, от Латушка, Живоглот, кто там еще есть, еще несколько человек, которые, в общем, как бы там участвуют в принятии решений. От Багрицова с его партией, от ОГПС, всей там с ее лидерами и так далее. Добиваться объединения в единый фронт и принятия на себя взаимных обязательств, чтобы действовать синхронно, а не порознь. Но тогда, когда мы это надавим, меня одного, каким бы я там ни был информированным, подготовленным, потому что я постоянно веду мониторинг, аналитику и так далее, в этом смысле и теоретически, и информационно, и концептуально, я очень подготовлен. Но я один, со мной можно не считаться. Они демократические лидеры, и Тихановская, и Латушка считаются только с вашим давлением. С вашим давлением. Если вы согласны с моей позицией, если вы одобряете создание единого фронта, то ваш голос является решающим. Вы можете надавить на лидеров, потребовать от них принятия правильных решений. Я не могу. Один. Я могу предложить, но я не могу ничего добиться один. Вот наша зрительница Марыся Суница спрашивает, чем плохо, если от нескольких партий будут пробиваться в депутатский корпус? Какой депутатский корпус? Ну, о чем говорит ваша слушательница? Когда сегодня режимные депутаты все назначаются, они находятся под шантажом и давлением Лукашенко непосредственно, они все ему обязаны. И все могут потерять голову, если они его разозлят. О каком депутатстве вы говорите? Депутатство может быть только в демократической стране. Но для того, чтобы у нас была демократическая страна, нужно сменить режим. Неужели это непонятно? При сегодняшнем, пока остается Лукашенко, пока остается этот режим, пока остается Ермошина во главе ЦИКа, ни выборов, ни депутатов не бывает. Не бывает этого всего. Это все из области фантазии, из демократического мира, которого здесь, который здесь не представлен никак. Давайте не будем называть свиных, Воронецкого, Морзалюка или еще кого-то депутатами. Они не депутаты, а значенцы. И в этом смысле шестерки Лукашенко. Что вы от них хотите? Введите туда Анисим, введите туда Конопадскую. Что-то изменится? Нет. Ничего не изменится. Либо мы меняем режим, и тогда у нас появятся и депутаты, и выборы, и все остальное. Либо мы будем крокодили и слезы лить по поводу того, что нами плохие люди, в общем, насилуют, репрессируют, и так далее. Так они и будут делать. Ну вот это все хорошо, говорить о единстве, но вот где конкретика, как это единство должно осуществляться? Ну, во-первых, сначала давайте продекларируем это единство и пообещаем друг другу. Пообещаем друг другу. Возьмем Тихановское обязательство перед Латушка, Латушка обязательство перед Багрецовым, Багрецов перед всеми ними обоими и перед нами, да? И тогда, как бы, вот мы обещаем действовать синхронно, не придумывать какие-то свои проекты, не ищут. Мы добиваемся переговоров. Сейчас цель добиться переговоров мирным путем. У нас нет оружия, и мы не хотим применять оружие против собственных граждан, против таких же белорусов, пусть и одурманенных, и оболваненных пропагандой и так далее. Мы не хотим убивать белорусов. Они готовы на это, но мы, как мирные люди, мы добиваемся решения всех проблем переговорным путем. Страна в тупике, в политическом тупике. В стране правовой дефолт и политический кризис. Кризис политический разрешается только от переговоров. И вот эти переговоры являются промежуточной целью. Мы должны добиваться их. Дальше, а что мы выносим на переговоры? И вот здесь нужна работа, очень тщательная работа. Экспертов, политиков, юристов там и так далее. Чтобы мы ставили реальные цели на переговоры. И с поддержкой, уже массовой поддержкой рабочих, студентов, медиков, интеллигенции. Всех, кто готов ходить на марши, бастовать, писать петиции, требовать и так далее. Поддерживать каждый этап, каждый шаг этих переговоров. Только при нашей массовой поддержке наша переговорная делегация на переговорах будет иметь силу. Она будет говорить с позиции силы, с режимом. У режима один тип силы, у нас другой тип силы. И вот давайте на пальцах разложим. Если у меня будет время, я покажу на пальцах, как это делается. Я сталкиваюсь с огромным дефицитом информации у людей. Во дворах, там даже, не знаю, вот сейчас на сходе были там обсуждения и так далее. Я понимаю, что многие не понимают схем вот этих вот принципов и не имеют информации. Давайте повышать информацию. Давайте не слушать демагогов, там, я не знаю, агитаторов, каца, там, еще кого-нибудь и так далее. Давайте решать проблемы. Решать проблемы – это значит четко формулировать задачи, разбирать условия этой задачи, ресурсы, которые у нас есть, шаги, которые мы можем сделать и делать их. Вот для этого нужно объединение. Объединение и принятие на себя взаимных обязательств, чтобы не тратить время попусту на партии, которые не будут зарегистрированы, на петиции по отмене, там, закона о массовых мероприятиях, которые не будут приняты этими назначенными депутатами. Ну, давайте вот постепенно разберем каждую претензию, каждый вопрос. Я готов к этому, но даже вот продолжительная передача сейчас в эфире на Маланке, наверное, не самый удачный способ разбирать это все по полочкам и по косточкам. Да, Владимир, именно для этого мы здесь и обсуждаем все эти темы, чтобы раскладывать по полочкам, объяснять белорусам, как это все выглядит, потому что, к сожалению, не все разбираются в политике, экономике, как это все работает. И спасибо вам, что вы объясняете, как это все выглядит, и я очень надеюсь, что оппозиционные лидеры все-таки к вам прислушаются, и спасибо вам большое за интервью.